Ну а сейчас к новостям в мире. Пока многочисленные страны отчитывались о рекордном росте уровня инфляции, а сильнейшие экономисты мира искали формулу ее снижения, Близневосточный Бахрейн оказался единственной страной с годовой дефляцией, то есть столкнулся с противоположным процессом, когда цены не выросли, а снизились. По данным исследования РИА Новости, дефляция в Бахрейне составила скромные 0,1%. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж? Здравствуй, Мариан. Как именно стране удалось избежать инфляции, в исследовании РИА не уточняется. Отметим лишь, что королевство является крупнейшим экспортером нефти, по сей день обнаруживая новые месторождения. В ней развит офшорный банковский бизнес и размещены штаб-квартиры многих арабских транснациональных корпораций. Всего инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах. Наиболее заметное снижение произошло в Южном Судане, Гане, Зимбабве и Турции. Среди лидеров замедления также оказались соседние Казахстану, Беларусь и Россию. В то же время в марте темпы роста цен увеличились в 34 странах, при этом радикальное ускорение наблюдалось в Ливане. Сразу на 74,2% пункта. Значительная инфляция прибавила в Бурунде, Пакистане и Эфиопии. Телпы роста цен остались неизменными в начале весны в четырех странах – Монгории, Восточном Тиморе, Кении и Наминии. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб в 193 стран, являющихся членами ООН. Добавим также, что многие центробанки по-прежнему продолжают повышать базовые ставки. Марьян. Спасибо, Исан.